Здравствуйте, друзья! В эфире Балтньюз Владимир Петрович Козин, член-корреспондент Российской Академии Военных Наук. Здравствуйте, Владимир Петрович! Приветствую вас! Я предлагаю обсудить непростой вопрос, насколько сейчас близко состояние мира к критической точке, к точке ядерной войны. Мне кажется, это сейчас всех интересует, и есть ли силы, заинтересованные в такой развязке. Потому что мы знаем, что бывают время от времени в истории такие моменты, когда некие силы заинтересованы в действительно разрушении полном. Ну что же, вы правильно говорите в вашем вступительном слове. Как известно, американцы взорвали две атомные бомбы в августе 1945 года на Фиросиме и Нагасаки. Это факт знают очень многие. Американцы планировали использовать тактическое ядерное оружие в пяти случаях. Это в ходе региональных конфликтов во Вьетнаме, в Афганистане и в Ираке. И в том числе из этих пяти два были очень сильные противостояния между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Я имею в виду Карибский ракетный кризис, иногда называют Кубинским. И во времена Берлинского кризиса. Все они были в 60-е годы прошлого столетия. Кроме того, необходимо учитывать, что Соединенные Штаты не отказались, я подчеркиваю, не отказались от применения ядерного оружия. Они не оговаривают, какого типа, стратегического или тактического, а просто не отказались от применения ядерного оружия в первом ударе. И обновленная ядерная стратегия Соединенных Штатов, это случилось 27 октября этого года, то есть уже при нынешней администрации Джозефа Байдена, там нет отказа Соединенных Штатов от концепции применения ядерного оружия в первом ударе. По сути дела, с 1945 года и по сей день американские ядерные стратегии всех, без исключения президентов, включая нынешнюю, как мы выяснили, они имеют положение, возможности нанесения первого ядерного удара в любое время, по любому государству и под любыми предлогами. В Трамповской ядерной стратегии, то есть которая была утверждена им в 2018 году, там было 14 оснований для применения ядерного оружия. сейчас в ядерной стратегии Джозефа Байдена эти основания исчезли из открытой части ядерной стратегии Соединенных Штатов. Естественно, у них еще есть секретная, особой важности ядерная стратегия, куда, конечно же, перекочевали эти основания для применения ядерного оружия. они обязаны, должны быть перечислены, указаны конкретно по определенным направлениям. Кроме того, у Соединенных Штатов сохраняется полностью стратегическая ядерная триада и обновленная ядерная стратегия Байдена как раз прописывает о том, что эта ядерная триада будет заменяться на более совершенные компоненты стратегических наступательных ядерных вооружений. Вместо межконтинентальной баллистической ракеты Минитмен-3 появится Минитмен-4, который получил уже собственное имя Сентинел. Их останется ровно столько, сколько и сейчас американцы имеют ракеты этого класса на своей континентальной части. 400 единиц. Будут заменены ракетоносцы атомные с баллистическими ракетами, тоже межконтинентальной дальности, северной, естественно. Появится новая подводная лодка вместо класса Огайо на подводную лодку класса Колумбия. 12 единиц, как в обновленной ядерной стратегии Байдена написано минимум 12. Ну и последняя, это третья часть стратегической ядерной отряды. Это тяжелые бомбардировщики стратегического назначения. Старый довольно, но неоднократно модернизировавшийся тяжелый бомбардировщик США B-52H останется до 2050 года. И постепенно он будет заменяться на новый тяжелый стратегический бомбардировщик B-21 B-21 Raider. Таких тяжелых бомбардировщиков будет у американцев минимум 100 единиц. Модернизируется тактическое ядерное оружие, которое расположено на территории четырех европейских государств-членов НАТО. Это Бельгия, Нидерланды, Италия и Федеративная республика Германии. И на азиатской части Турции. То есть всего на территории пяти натовских государств. Сохранятся все военные учения, где отрабатываются нанесения ударов ракетами воздушного базирования с ядерными бейзарядами. Естественно, в ходе учения они являются учебными, неподлинными. Иначе уже давно бы не было земного шара, как планеты. Сохранятся две крупные операции военно-воздушных сил НАТО в восточной части Европы. Это Балтийская воздушное патрулирование, в которой участвуют 14 государств. И используется воздушное пространство четырех государств. Балтий, Балтики, Латвия, Литва, Польша, Эстония. И аналогичная операция создана некоторое время тому назад на юге Балкана, в которую входят Румыния и Болгария. Уже появились в Европе носители вот этих новых американских атомных бомб свободного падения, корректируемых, которые имеют название Б-61-12. Они уже стали поступать на европейский континент, а они будут поступать начиная с декабря, как заметило одно американское интернет-издание. Это просто введение нас в заблуждение. То есть ситуация довольно сложная. Резюме уровень или готовность применения ядерного оружия Соединенных Штатов Америки и их ядерных союзников по НАТО, это два государства плюс, то есть Великобритания и Франция, они готовы применить ядерное оружие, поскольку это предусматривает их ядерные стратегии. Очень серьезным недостатком применительное к Великобритании и Соединенных Штатам Америки является такая особенность, что в Англии премьер-министр, а в Соединенных Штатах президент имеет единоличное право на применение ядерного оружия любого предназначения и стратегического и тактического. Но у американцев есть и то и другое, у британцев осталось только оружие стратегического назначения в виде атомных подводных лодок с баллистическими ракетами Trident 2 D5. Да, получается, весь мир живет под угрозой нанесения США ядерного удара, причем когда начну не скажу как в фильме убить дракона, да? И насколько вероятно вот такой может быть несколько наивный вопрос, что именно Украина станет вот этим триггером? Ну, Украина может стать спусковым крючком для применения ядерного оружия британцами или американцами, скорее всего, не стратегического значения, а тактического или с использованием боезарядов малой мощности, это у американцев, у американских стратегических ядерных силах. И такое может случиться в принципе в любой момент, если Вашингтон и Лондон увидят, что вооруженные силы Российской Федерации одерживают крупные победы над вооруженными силами Украины и освобождают как можно больше территорий. Поэтому то, что в последние несколько месяцев натовские страны усилили нападки на Российскую Федерацию, обвиняя нас в том, что именно мы собираемся применить ядерное оружие на украинской территории, это, на мой взгляд, говорит о том, что уводят в сторону от реальности мировое общественное мнение, и на самом деле именно американцы и британцы готовы использовать свое ядерное оружие против Российской Федерации или на территории Украины, или на территории Российской Федерации. Да громче всех кричит держи вора вор, да, как говорится? Да, 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 но наводить тень на плетень есть еще такая поговорка, или еще есть кто вляпался, а невестка, ну где невестка, это Российская Федерация, вот, несмотря на то, что наша ядерная доктрина остается неизменной, там не 14, там только два основания применения ядерного оружия, и только в ответ, если по территории Российской Федерации будет нанесен удар с применением оружия массового уничтожения, так говорят дипломаты, или оружия массового поражения, так говорят военные, но это синонимы, никакой разницы между этими двумя терминами нет, или когда против нас будет применено обычное оружие, обычные виды вооружения, не ядерные, не оружие массового поражения или уничтожения, но в том случае, если под угрозу будет поставлено само существование нашего российского государства. Правильно я понимаю, что под этот пункт попадают также освобожденные территории, которые вошли в состав Российской Федерации, допустим, если будет нанесен удар по Херсону, по Запорожской области, по Донбассу, да? Вы правильно говорите, почему? Потому что они стали уже составной частью с политической, с юридической, с экономической, с энергетической, с этнической, с какой угодно стороны, не возьми, они стали частью Российской Федерации. Поэтому любой ядерный удар, который будет нанесен по пяти воссоединившимися с нами новыми территориями, ну, четыре известные это в последнее время, с 5 октября этого года ЛНР, ДНР, две области Запорожская и Терсонская и пятое это в 2014 году Республика Крым. Да, возникнет казус бели, то есть основа для развязывания войны или для ответного ядерного удара с Российской Федерации. А с военной точки зрения, скажите, куда, скорее всего, будет нанесен этот удар, куда он будет более, так скажем, болезненный для Российской Федерации, может быть, есть у вас какие-то предположения? Ну, предположения, конечно, могут быть, но они не всегда, как говорят, соответствуют действительности, но тем не менее, раз вопрос задан, я обязан ответить. Я думаю, что американцы могут применить боезаряды малой мощности, что это такое? Это ядерный боезаряд с мощностью 5 килотонн и ниже. 5 килотонн это в три раза меньше по мощности, чем американская, ну, Киросимская атомная бомба 1945 года, или в четыре раза меньше, чем атомная бомба, которую они сбросили на другой японский город, на Гасаде, там 20 килотонн, 5. Такой мощности имеют американские новые авиабомбы, которые я назвал Б-61-12 от 0,3 и чуть-чуть выше, а также баллистические ракеты американских подводных ракетоносцев с атомной энергетикой. Начало было положено такой американской подводной лодкой Теннесси, она уже выходила раньше в мировое океанно-боевое патрулирование, и некоторое количество ядерных ракет стратегического назначения, которые раньше оснащались боезарядом довольно большой мощности на баллистических ракетах Трайден-2 Д-5, они заменены были как раз на боезаряды малой мощности, то есть от 5 кило тонн и ниже. Но какая мощность мы не знаем, те, кто занимается открытыми источниками, но я думаю, что какое-то приблизительное представление мы об этом имеем. И надо готовиться, конечно, ко всякому, причем к плохому сценарию развития событий, потому что Байден которых страдает хронической деменцией и слабоумием, провалом памяти, что уже он неоднократно добровольно доказал сам, он может отдать приказ американским ядерным силам как раз использовать ядерное оружие против Российской Федерации, а может и против Республики Беларусь, поскольку опасаются открытия Второго фронта против Украины. И никто Байдену не указ ни министр обороны США, ни государственный департамент, ни Конгресс. И все попытки, которые американские законодатели неоднократно прилагали к тому, чтобы ограничить право американского президента на использование как раз ядерного домоклого мяча в единоличном статусе не привели никаким успехам. Ну, я сказал еще раньше о том, что обновленная ядерная стратегия Соединенных Штатов под 27 октября этого года как раз предоставляет ему такое право. Чудовищное, просто чудовищное. Да, ну, право. Если вы зададите вопрос, а что делать в такой ситуации, ну, конечно, самое первое это держать ядерный порох Российской Федерации в полной боевой готовности и в готовности ответить ответным, то есть не первым, а вторым ядерным ударом по любому противнику, который применит против нас ракетно-ядерные средства или радиационные бомбы свободного падения. Второе, не вести никаких переговоров о сокращении перспективных российских ядерных вооружений, в том числе не заключать на какой-то период времени новый договор вместо договора СНВ-3, то есть договора СНВ-4. Американцы уже неоднократно предлагали приступить к обсуждению этого вопроса и включили его снова в обновленную ядерную стратегию 27 октября этого года, но они нигде не обозначили конкретики, а без конкретики обсуждать можно либо ничего, ни к чему не приходя, ни к какому результату, либо очень долго, но придя к какому-то результату. Но надо иметь в виду, что американцы будут в этих переговорах, которые еще не состоялись, будут преднамеренно ставить вопрос о ликвидации наиболее перспективных видов вооружения Российской Федерации. Это новая супердальная МБР класса Сармат, это Булава, БРПЛ, баллистическая ракета подводных лодок, это гиперзвуковой планирующий блок Авангард, ну, возможно, ряд других, допустим, Посейдон, то есть большой автономный подводный дрон с очень большим ядерным боезарядом. Поэтому надо ухо держать в остро, и последнее, чтобы я предложил в этой серии ответных мер, это поставить не только перед американцами, британцами, французами, но и перед всеми остальными ядерными державами, ядерными государствами, вопрос или предложение о принятии всей ядерной девяткой, именно девять государств в настоящее время в мире обладают ядерными средствами. Официально? Официально? Нет, пять официально, четыре неофициально. Неофициально, потому что они приняли это, не вступая в обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия. Это Израиль, Северная Корея, Индия и Пакистан. Ядерная пятерка это официально, это ядерная пятерка, они все известны, нет нужды повторять. Предложить либо американцам, а британцам и французам в первоначальном таком предложении договориться о неприменении ядерного оружия друг против друга путем перекрестных обязательств в первом ударе. В первом ударе. Или вообще договориться о неприменении ядерного оружия вообще. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем, ни в десятом. Но лучше всего договориться о неприменении Не в первом ядерном ударе, поскольку это обязательство, оно как можно предположить или даже не предположить, оно не будет предполагать сокращение ракетно-ядерных средств, тактического и стратегического назначения. Оно не потребует реализации каких-то инженерно-технических решений, уничтожения ядерного оружия, выделения огромных средств на его уничтожение, средств доставки. Но тем не менее это очень простая формула, мы ее однажды еще в бытность Советского Союза предлагали ведущим странам Запада ядерным, но они отказываются и отказываются до сих пор. Это движение в мире расширяется, но, к сожалению, я должен признать, что даже в современном антиядерном, антиатомном движении есть определенная кривизна в толковании нашей ядерной доктрины. Считается, что именно мы, Россия, может применить ядерное оружие вообще или применительно к Украине в частности. Но мы никогда и нигде не делали никаких заявлений, ни на каком уровне, я имею в виду официальных военных или политических государств и деятелей Российской Федерации, о том, что мы применим ядерное оружие в первом ударе вообще или против Украины в частности. Эта линия сохраняется только у США и Великобритании. Французская республика пока не проявляет такого рвения о применении ядерного оружия. Но все равно следует иметь в виду, что США, Великобритания и Франция являются государственными членами НАТО. И они крепко повязаны между собой обязательствами о применении ядерного оружия. Они, в частности, будут ссылаться на статью 5-го Вашингтонского договора о создании НАТО. Один за всех, все за одного. То есть нападение на какого-то одного члена Североатлантического альянса будет означать вступление в военные действия всех остальных. Сейчас это 30 государств. Ну что же, я надеюсь, что все-таки наши новые переговоры с Западом закончатся каким-то конструктивом. Потому что мы уже договаривались о нерасширении НАТО на восток. И это все помнят. Нас обманули. Нас обманули. И я вот не знаю, как вот в этих условиях о чем-либо договариваться. Невозможно. Невозможно. Никаких оснований нет. Не только потому, что мы враг номер один, номер два. Иногда ставят на первое место Китайскую народную республику, как врага номер один Синего Штатов. Иногда нас. В зависимости от ситуации. Но, тем не менее, слишком много существует негативизма в отношениях Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации и против Китайской Народной Республики. Которые, ну просто, не то что не позволяют, а запрещают вести какие-то переговоры с людьми, которые нас неоднократно обманывали. О том, что мы договорились с ними по итогам Кубинского ракетного кризиса, о том, что американцы не будут размещать ядерное оружие в Европе. А оно остается. Мы ставили вопрос о ликвидации, о вывозе всего тактического ядерного оружия Соединенных Штатов Америки из Европы и Азиатской части Турции. Оно появилось там в середине 50-х годов и остается по-прежнему. Мы ставили вопрос о прекращении операции Балтийского воздушного патрулирования и Балканского воздушного патрулирования, где есть самолеты двойного назначения, то есть способные нести ядерное оружие. НАТО и Соединенные Штаты игнорируют эти операции, продолжаются, причем круглосуточно, каждый день. 365-366 дней в году продолжаются прилеты тяжелой стратегической авиации Соединенных Штатов Америки на европейский континент. И НАТОвские союзники в Европе предоставили 19 своих военных аэродромов для посадки, для подскока, для того, чтобы лететь дальше, для тяжелой американской стратегической авиации. Тяжелая авиация стратегического назначения Соединенных Штатов уже неоднократно проводила бомбометание на территории Витвы около Калининградской области, естественно, с условными ядерными ракетами и авиабомбами, летая спокойно на территории Польши, летала до 24 февраля этого года на территории Украины, поэтому слишком много существует опасностей и вызовов, которые для Российской Федерации просто смертельны, просто смертельны. Поэтому ни в коем случае нельзя покупаться на какие-то дешевые пряники или вообще дырки от бублика, которые подсовывают нам Вашингтон, Лондон и так далее. Совершенно с вами согласны. Надеюсь, с вами будут согласны и там, где принимаются эти решения. Друзья, у нас в студии был Владимир Петрович Козин, член-корреспондент Российской Академии Военных Наук. До новых встреч в нашем эфире. До свидания. Дум спиро-спиро. Пока дышу, надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok